Главное бюро медико-социальной экспертизы – то место, где человек официально получает статус инвалид и свою программу реабилитации. Теперь здесь работает филиал центра занятости, специально для людей с ограниченными возможностями. Это очень удобно, что все в одном месте, считает Юлия Ломкина. Найти работу ей помогли как раз в центре занятости. И сегодня Юлия своим примером мотивирует инвалидов возвращаться к работе. Люди бывают всякие, и мы понимаем, что с инвалидностью человек, когда он получает инвалидность, у него морально ему тяжело. Но мы объясняем, что на этом жизнь не закончилась, что жизнь продвигается и надо жить дальше. В Самаре это первый опыт подобного соседства бюро и центра занятости. Так помощь инвалидам должна выйти на новый уровень, стать более адресной, считают в Министерстве труда. Хотя самарские центры занятости уже больше 15 лет работают с инвалидами. Людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста в области почти 74 тысячи. Самарская область по трудоустройству инвалидов этого возраста стоит на втором месте по ПФО и 12 место по России. И практически у нас работающих инвалидов 35%. То есть это достаточно высокий процент. Надо сказать, что по России это 30,2%. Здесь объединенные усилия города, области, Министерство труда, конечно же, службы занятости. Все сделают для того, чтобы спокойно развиваться, не чувствовать никаких ограничений и жить так же, как жил до этого. Сейчас в базе нового филиала центра занятости 600 вакансий для инвалидов. Предлагают место бухгалтера, психолога, архивариуса и врача. С каждым соискателем здесь работают индивидуально, учитывая его желания и особенности здоровья. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.